Привет, друзья! Сегодня я расскажу про все свои ножи Но это далеко не все ножи, которые у меня были Естественно, их было намного больше Раза, наверное, в 4 Но просто с годами я что-то дарил Что-то отдавал Поделюсь своим мнением Недостатки, достоинства, как я искал идеальный нож И нашел ли я его в принципе Первый наш ножик Это Тарантул от Кизляра Ножны сделаны из толстой кожи Это тоже из кожи Заклепано все качественно Нож прошел проверку Временем Какие плюсы у этого ножа? Ну, конечно же, длина лезвия И удобная рукоять анатомическая В руке он лежит очень хорошо Плюс он просто красивый Недостатки у него в том, что Очень тонкое лезвие, всего лишь 2 мм Но тем самым он и выводится Именно из-за этого, из холодника Так, здесь сталь обычная 65Х13 И в итоге режет он По дереву отлично, по продуктам отлично Заточка здесь линзовая Но правда тупится тоже быстро Ну и точится быстро И легко Если бы сюда добавить еще толщину лезвия потолще То можно было бы что-то еще серьезное им делать А в принципе это нож Ну, для атмосферы и по продуктам В основном мы Там палочку заточить Туда и сюда Но не более того Потому что если вы начнете делать что-то более серьезное Этим ножом Он, естественно, может сломаться Второй представитель наш сегодняшний Это самый здоровенный Самый брутальный из моих ножей Это нож выживания Как многие уже, наверное, видели его В моих видео Ну, тот тоже тарантул Тоже был в зимнем походе Я модернизировал его немножко Вставил сюда уже толстая огнива Большое толстая огнива Оно сюда вставилось прям идеально Вот настолько где-то И хрен отсюда вылетит Ну, а если даже и вылетит Или, допустим, вы его вытащили Там попользовались И забыли туда вставить обратно То вот этот вот ремешок длинный Не даст ему потеряться Это нож для конкретной работы Реального выживания Но он очень тяжелый Это его недостаток Он очень тяжелый Снял стопорезы Вот здесь вот два стопореза было Нахрен они здесь не нужны Только режут полуодежды Тут вот маленький кармашек Сюда я вставил бересту И намотал на нее веревку На всякие пожарные, как говорится Ну и тут у меня еще Вот здесь вот внутри Вот эта точилка А тут Я сделал на липучках крючки Четыре разных крючка Вот они здесь так вот Упакованы Опять же на липучке И так вот это все Скрепляется надежно Сам клинок, как видите Очень толстый Четыре миллиметра Четыре миллиметра, ребят Толщина Это очень много Широкий Есть отчетливый выступ Который не дает руке соскользнуть И выводит его из холодника Только отсутствие острия То есть острия-то здесь есть Но угол схождения Вот этот Больше семи инстеграциев А по закону Это может приравниваться Как будто его вообще нет Но втыкается он довольно неплохо Конечно похуже, чем те, у кого Угол схождения меньше Но Втыкается тоже неплохо В общем Тем самым мы получили Брутальный, такой здоровенный Классный тесак Которым можно выполнять Уже конкретно Серьезную, тяжелую работу Плюс Идет у него Хвостовик через всю рукоять И такой же толщины То есть он реально Ну это вот За что вот мне он нравится Он Отлично Ну как вот знаете Как топор такой Ты им работаешь Не задумывайся о том Что ты его повредишь Кончик очень толстый Обрезиненная рукоятка У него здесь Это пластик Плюс Тут можно еще чем-то подолбить Что-нибудь расплющить Ну и вот Этой частью По огневой работаем И он еще неплохо Очень продукты режет Кто хочет посмотрите Обзор У меня там есть на канале Про этот нож Обзор Блин Тоже целых 40 минут Как он режет продукты Он замечательно режет продукты Сталь 440 С Тупица Очень-очень-очень-очень Медленно То есть я его еще ни разу не точил А работал по осине А как известно осина Она Очень жесткая Одна из самых жестких пород древесины Как видите Режет он До сих пор Он в общем очень острый Вот это самый брутальный Такой нож Ну и недостаток Его постоянно носить Он даже без ножен Вот я его сейчас держу Он очень тяжелый Следующий из больших ножей У нас идет Нож волк Ну почему он сейчас у меня здесь С ремешком Потому что ремешок у меня здесь не снимает Это я сам уже сделал То есть здесь была Просто вот такая вот Маленькая штучка Но она довольно ненадежная И я подумал Дай-ка я сделаю Вот еще вот это Нашью И Туда вставлю ремень И в итоге Его можно переносить через плечо Вот как многие на видео видели Через плечо Носить Очень удобно И он Не висит Вот Как бы Вертикально А он под наклоном Висит за счет такого крепления И здесь у меня еще зажигалочка Это я сам сделал тоже Кармашек для зажигалки Вот она здесь вытаскивается И затаскивается И в итоге получается Такой набор Выживания Чехол конечно хорошо бы Чтобы чехол был кожаный На заказ Это фирма Витязь На заказ можно сделать Кожаный чехол Заказать Но Я со временем понял Что вот этот Он не гниет Он не промокает Он Очень долговечен И в итоге Он легкий Это самое главное А вот и сам нож волк Я считаю Что это самый красивый Из моих ножей Он реально Очень красивый Харизматичный Атмосферный Прям пипец То есть я его Очень люблю Хотя он Конечно же Ни хрена Ни нож выживания Единственный Ему плюс Ну В смысле Не то что плюс Плюс выживания Какие-то серьезные работы Он может делать За счет толщины Толщина у него Три миллиметра И это позволяет Ему уже Конкретно работать Неплохо Батонть И все такое Но единственный Есть риск Растрескивания От вибраций Этой ручки Деревянной Это дерево Венге Очень классное Очень Красиво Во-первых Во-вторых Хватка Очень получается Это у нас Латунные Такие набалдашники Плюс Я магнитом Проверял Берете магнит И ведете Где он магнит Значит хвостовик Там есть Хвостовик идет До самого конца И тут шайба Скрепляется А это уже набалдашник Декоративный Длина Лезвия 15 сантиметров Упора Как видите Нету Из холодняка Его выводят Отсутствие Выраженного Упора Как раз Вот здесь То есть По закону Это называется Травмоопасная Рукоять Когда вы У вас Рукоять Может соскользнуть Все Это уже Не холодняк Это уже Полноценный Нормальный Шкуросъемный Разделочный Нож Напомню Ребят Кто не знает Есть Два вида Как бы Две Классификации По размерам Ножа Допустимым Есть Складники Раскладные Ножи У них Допустимый Размер Не больше 9 сантиметров У всех Складников Там пофигу Какая толщина Пофигу На все Если он Не больше 9 Это уже Замечательно Если он Уже Как в паспорте Указывается Что это Шкуросъемный Разделочный Нож То Как вот Этот Вот То естественно У него Уже совсем Другие Ограничения Не свыше 15 сантиметров Длина Клинка По весу Он средний Поэтому Мне он Нравится И чисто психологически Его вот так В лесу Таскать И так Плюс зажигалка В комплекте Я сделал Мне он очень нравится Я его прям Обожаю Вообще Я люблю все свои ножи И хотел сделать так Чтобы был Какой-то универсальный Найти универсальный Нож Но у меня Не получилось Это сделать Я понял Что нужно Таскать с собой 2-3 ножа И каждый Будет выполнять Строго Свою какую-то работу Так что Если вы ищите Какой-то универсальный Нож Знайте Это невозможно Или вы будете Сами себя обманывать И в какой-то момент Какой-то определенный Нож Будет выполнять Определенную работу Не предназначенную Для него И он Просто Вас подведет Поэтому Не тешьте себя Иллюзиями Что есть какой-то Универсальный нож Плюс его Еще в том Что у него Очень тонкий кончик Им ковырять Очень удобно Сталь здесь Такая же 65 х 13 Как и на Тарантуле Ну это я считаю Очень хорошая Сталь При такой толщине Она будет Очень хорошо Выдерживать Нагрузки Да, натупится Но не так быстро Как кажется Как многие думают И точится Очень легко Следующий Наш клиент Это Тоже один Из моих Любимых И самое интересное Повседневно Носимых Мною Ножей Это Чистый Городняк Это нож Для города Это фирма Тилайт Американская Тилайт 6 Очень страшно Выглядящий Нож Сейчас мы Его Откроем Опа Это я вам скажу Полный пипец Это шпага В кармане Реальная Толщина Клинка У него 4 4 миллиметра Блин То есть он Не сломается Очень Острый Кончик Пробивная Способность Можно запросто Пробивать Крыши Автомобилей Железные Двери Ну До определенной Конечно Толщины Очень надежный Фиксатор Как любые Складники Мне Проблемы Именно с фиксатором Здесь фиксатор Очень толстый Примерно 1 миллиметр Толщины Вот он Около 1 миллиметра И он Загнут Буквой Г Тем самым Он идет По всей Длине Ножа И еще По горизонтальной И по вертикальной Длине Ножа Вот здесь Видите Очень надежная Фиксация Он никогда Сам у вас Не служится И сами И Как-то Задить его Невозможно Он очень Тугой То есть Видите И то Еле-еле Вот так У него есть Упоры Которые Больше Четырех Миллиметров Раз И два Хоть они Конечно Если чего Будут Травмировать Руку Но по закону Посрать Будет он Травмировать Или не будет У него Длина рукояти Больше чем Длина лезвия Это уже Хорошо По закону Это уже Как бы Плюс Но главное Что его Выводят Из холодника Это Конечно же Вот этот Упор Вот он Вот этот Упор Сразу же Сразу же Выводят Из холодника Потому что По закону Длина лезвия Мирится Только до Упора Или до Ограничителей До упора Здесь всего Лишь 13,5 Сантиметров То есть Вообще Ни о чем Это реально Хозяйственный Нож А так как Он Естественно В паспорте У него указано Что это По экспертизам Криминалистическим Что это Шкуросъемный Разделочный Нож То Допускается До 15 Сантиметров Вот и все И Вот это Дура Конкретная С которой Реально Можно И от собак Отбиться И от кого угодно Но естественно Надо всегда Говорить Если Спросят Кто Что Ты Его носишь Для того Чтобы порезать Колбаску И открыть Консервные Банки Хотя Я вам скажу Вот этим Я открывал Консервные Банки Здесь Сталь Аус 8 А она Подверз Такая же Как 440 Ц Я Резал Им Все Шашлык Резал Мясо Перерубал Им Сучки Какие-то Разрезал Проволоку В общем Я его не жалел И как видите Точил я его всего один раз А ему уже лет 10 Этому нашу Как видите По рукояти Рукояти Накладки алюминиевой И они уже стерлись Видите Краска стерлась Единственный недостаток В том Что это складень А складень Естественно Со временем Он разбалтывается Ну Кажется Ну Подтяни Ты эти Да Все Подтяни Почисти И все будет нормально Ничего подобного Ребят Нифига Подобного Дело в том Что я его разбирал Полностью Вообще Весь И понял Почему он у меня Появился у меня Люфт У меня появился люфт И такой Видите Ну сейчас уже Немножко поменьше И главное У меня появился люфт Вот такой вот Не знаю Вам наверное Не видно Чуть-чуть 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 Он вот так вот Туда-сюда Он ходит То есть Вот здесь Вот здесь Вот появился Зазор Я думал Почему здесь Появился зазор А когда я Делаю Постоянно Работы Он упирается Вот эту Часть Упирается сюда То Вот здесь Вот сминается И вот там Сминается Со временем Буквально На каких-то Полмиллиметра Но этого достаточно Чтобы Он Появился Люфт И такой И такой Я что Сделал Я Раскрутил Открутил И вот этот Шпенек Который Там Вставят Я его Просто Провернул В другую Сторону И подставил Сюда Другую Сторон Несточившуюся И люфт Стал намного Меньше Он был Еще Больше В два Раза Больше Вот такая Штука Которую Я Обожаю Я Ношу Ее Каждый День На кармане Минус Конечно В том Что Если Носить Его На кармане Надо быть Очень Осторожным Потому Что В сложном Состоянии Вот Эта Штучка Эта Гарда Как говорится Она очень Острая И она режет Любой карман Вот Все Просто Тупо Режет Любой Карман Поэтому Я ношу Его там Где он Не может Перевернуться То есть Чтобы Вот так Он не касался Вот этой Штукой Ткани Или Если он Там Где-то Вертикально То Опять же Должна быть Наружу Иначе Все Конец Вот Вот эта Клипса Она Очень Жесткая Реально Держит Нож Ее Невозможно Рукой Я даже Не могу Ее Вообще Очень Жесткая При желании Ее можно Раскрутить И отвинтить Чтобы Она Не мешалась Но На кармане Если ты Носишь В боковом Кармане Реально Она Нужна Да И вес У него Конечно Тоже Большой Но Плюс Этого Ножа В том Что Ты Когда С ним Ходишь Ты Реально Не боишься На меня Три Собаки Нападали Этим Ножом Я реально Отбился Без проблем От трех Собак Ну то есть Мне биться Даже не пришлось Как только Я его вытащил И сразу Разбежались Следующий Нож У нас Идет Нож Акула Вы Не смотрите Что он Так выглядит Выглядит Он Конечно Как будто Пережил Пуст Апокалипсис Ну Может Так оно И есть Отнужно Осталась Вот эта Штучка Непонятная Чисто Для того Чтобы вы Не порезались Когда будете Его где-то Переносить Что это за Длина Лезвия Конечно Очень маленькая По продуктам Работать Бывает Неудобно Потому что Чуть крупнее Что-то Уже Ну Можно Можно При желании Можно Вот это Вот Очень Длинная Гарда Вообще Ни хрена Нахер Не нужна Но Как говорится Пусть будет Сталь Здесь такая 65 И 13 И Естественно Из холодника Его выводит Уже просто Сама длина Клинка До упора Здесь нет 15 Почему он В таком виде У нас Замечательном Потому что Потому что Я в один приказ Момент решил Покидать его В дерево То есть Сделать из этого Ножа Метательный нож С удивлением Обнаружил Что Это получилось То есть Он обалденный Как метательный нож Реально Обалденный Но Естественно В процессе метания Вся ручка Нахер Разболталась Отвалилась Все Нахер Отлетело Здесь были Деревянные накладки Остатки Остатки Я снял И обмотал Все это Берестой Березовый король Берестой И теперь Он чистый Метательный нож Все Это просто Метательный нож Но при этом Очень хороший Что такое Метательный нож Казалось бы Любой нож Может быть Метательным Нихера Подобно Многие ножи Когда вы будете их метать Они просто тупо Могут сломаться Они могут сломаться Здесь Они могут сломаться Здесь Кончик может отвалиться Поэтому Не каждая сталь Не каждая конструкция Ножа Может быть применена Для метания Поэтому и продают Специально ножи Для метания Но вот этот Оказалось Что этот нож Неплохо метается И втыкается И метается И сбалансирован Он отлично У него даже кажется вообще посередине сбалансировка идет да точно был сырок прям посередине и теперь мы используем используем его всей семьей для метания берем его шашлыки на пикничок он легкий и метаем не думаем о том что он сломается то есть он выдержал реально очень много метаний сколько уже больше года мы уметаем фигачим ему хоть бы хны теперь переходим к мора мора это отдельная история ребята вот помнить тот нож если кто не помнит вот это начальная мора мора базик пластиковая очень легкая так несомненно плюс всех мор это то что они очень легкие делают их шведы в швеции очень качественно это бывает и косяки вот базовая версия конечно отличается тем что она изначально здесь было щели вот здесь вот я ее заделал клеем я спилил гарду потому что этого она была ужасная большая просто пипец смешалась невозможно было что-то порезать и и самый главный недостаток вот именно этого ножа то что видите как каком состоянии лезвия но это не потому что она грязный нет она заржавеевший ну как не заживаешь она покрыта легким налетом ржавчины не критичным но легким налетом потому что это у нас карбон то есть высокоуглеродистая стали высокоуглеродка она ржавеет даже когда просто лежит на столе в чехле и не мокрое а если уж вы оставите этот нож мокрым по через несколько дней увидите шуваш в клинок превратился в жопу плюс здесь обувь не отполирован как видите это заводское все это не брак но режет он как бог это вот вам серьезно говорю режет он обалденность и скандинавские спуски в ноль точится точится такая заточка очень легко многие говорят о как точить эту эту заточку да это вообще прям ну легче этого не бывает я потом может быть выпущу специальный выпуск отдельный по заточке ножей кто-то даже просил я помню и это я считаю вообще самое простое заточить такой нож очень просто ну кратко могу объяснить смотрите как если за . в ноль то значит каждый заусенец каждый какая-то неровность она моментально будет выделяться то есть она даже рукой будет вот так вот ощущаться и вы просто берете наждачку наждачную бумагу но если они не очень крупные если крупные если камни можно пройти сначала там наждачкой и наждачкой 0 0 0 очка такая чуть-чуть и просто доводите это место до того чтобы она переставала шершавить все все с этой стороны так и со стороны все легче не бывает просто ну вот он у меня теперь домашний нож почему сейчас объясню хвостовик здесь вот до сюда идет где-то примерно вот до сюда я магнитом проверял выдержал он уже довольно много разных вещей и в лесу вы его видели кто не видел посмотрите после этого после того как у меня появился этот нож я понял что я ознакомился с их не продукции со шведской именно мора и понял что хочу чего-то большего то есть здесь очень-то очень маленький длина лезвия здесь еще тут 9 чем-то миллиметров ой сантиметров и толщина 2 миллиметра для меня это мало это еле-еле хватает для того чтобы как раз дома что-то поделать там отрезать подрезать но никак не для леса для леса маловато плюс довольно из-за того что здесь упор здесь слишком широкие ножны обалденные клипса я считаю потому что ведь как все сделано все что вы засунете обратно без вашего без вашей помощи уже не высунется то есть он не слетит у вас ну и вот эта херня мне нравилось и вот тут все сливное отверстие у нас есть для слива воды он очень легкий это его несомненный плюс и вот после этого ножа я понял я хочу чего-то большего и на смену ему пришло другое вот это мора но это уже компаньон мора компаньон веревочку мне такая вот видите вы пытаетесь вытянуть а он не вытянется за счет вот этого крючка чтобы вытащить надо самому приложить усилий вот так вот только тогда она и высунется вот он мора компаньон я его еще не показывал это первое первое видео я его показываю здесь устранены все недостатки базика и он прям идеален ну прям идеальным во первых цвет я сначала думал ну слишком какой-то токсический цвет камера может даже не передать насколько он токсичный сколько он мощняцкий надо камера даже с ума сходит от этого клипс такая же но уже здесь не такой дырки не тут этого тоненькой штучки это упор замечательный упор чтобы вот так вот операции вытаскивать его очень удобно в остальном то же самое здесь дырочка для слива воды теперь клинок как видите он длиннее это уже где-то 12 сантиметров или даже на там на том на том даже будет не 9 до 9 а здесь кажется 10 чем-то 10 чем-то и уже как раз вот этого сантиметра полтора сантиметра где-то сантиметр не хватало не хватало плюс это уже не ржавейка как видите с ним она не будет ржаветь у вас никогда те же скандинавские спуски режет он как бог просто теперь здесь нету зазоров есть вообще нет зазоров заподлицо все сделано то есть качество намного выше и толщина клинка два с половиной миллиметра и вот это уже самый раз два с половиной это уже ты не будешь бояться что что-то с ним случится и будешь уже более как серьезно нагрузкам его подвергать хвостовик здесь идет вообще вот до сюда почти до конца я тоже магнитом проверял тут уже речь ручка обрезинина и не скользящие и упор есть ну или из холодника его естественно выводит длина лезвия и толщина лезвия то есть толщина не больше двух с половиной миллиметра должна быть и длина конечно 15 а здесь конечно не 15 здесь 10 с копейками вот этот нож режет так же хорошо тупица правда быстрее потому что это все-таки с нержавеющей стали но это ерунда затачиваются в как два пальца об асфальт и выглядит изумительно легкий как я и как пушинка в руки лежит вообще обалденно то есть вот это вот я и буду таскать в лес потому что он идеальным просто ребят защелкиваться таким щелчком никогда отсюда не вывалится прелесть так что кто раз рассматривает максимально приближенный к универсальному нож это мора компаньон ну конечно же конечно же я считаю что всякими там батонин коми батонингами там серьезной работой там колотушкой по ножу не стоит заниматься если толщина клинка менее трех миллиметров поэтому этим я все равно не буду батонить этой идиотизме что переходим к малышам и первый малыш у нас очень необычный малыш это вот такой вот складе вообще-то это называется нож грибника почему нож грибника потому что вот он имеет вот такую вот необычную форму такой формы максимум что вы можете сделать это как раз срезать что-то вот так вот таким движением или заточить палочку вот так но больше вы ничего не можете сделать на это я так думал что ничего потому что у него кривой лезвие и порезать что-то довольно проблематично ну если только круглую колбаску или сосиску он кстати да но здесь толщина сталь 2 миллиметра сталь вообще говно говно это нержавеющая сталь но я вообще не знаю что за марка но она полное дерьмо тупицы как два пальца об асфальт просто ну жопа полная притом деревянные накладки сделано все качественно но и мы это просто такое ощущение что ты работаешь какой-то железкой ты он острый сейчас острый но блин ну я не знаю почему еще такая сталь мягкая просто что ощущение что ты работаешь тупой железкой в итоге можно только за грибами ходить это легче мору взять собой она легче вот вот это вот это тяжелее чем море блин в чехле но потом вдруг я понял что там здесь была щеточка еще я ее срезал это полная херня это только для этих экспертов кто делает диктилоскописты вот для них нужно на там типа говорит что это для того чтобы очищать гриб из этой скорее мы покорябыш на хрен чем очистишь но потом я вдруг понял что этот нож хорош для того чтобы разрезать всякие упаковки вот этот вот коготь это реально коготь вот и раз прям втыкаешь как и все ну просто замечательно для для этого у меня даже не складываясь лежит у так вот стакане на кухне я просто вот так у таскиваю и разрезать там упаковка для курицы для колбасы ну любую упаковку разрезаю это он делает мастерски поэтому можно считать что это нож и грибника и для распаковки всяких там продукт все любые складе не мне не нравится тем что все вот эти вот шурупы гайки все эти крепления рано или поздно забиваются грязью они разбалтываются ты можешь их потерять и даже не заметить этого вот этот нож как раз я потерял один из болтов вот он затягивающий лезвие но что самое интересное на производительности никак не рассказал что он с этим что он без этого пофигу абсолютно потому что они очень много чего он по четыре болта с каждой стороны которые фиксируют вот эту накладку и в итоге и вот это тоже кстати не вылетает почему-то и в итоге он остается работоспособным открывается он как вот так вот так вот у него интересная функция есть автоматического открытия там стоит такая пружинка главный недостаток его конечно же вот этот сериатор не непонятный блять ну кошмар полный заточить это невозможно резать этим тоже душу запила блин полная жопа то есть он реально фактически может только отрезать ниточку вот этой частью вот этой частью здесь и не за просто рвет на хрен все или разрезать опять же упаковку упаковку вот он режет неплохо толщина здесь тоже где два с половиной миллиметра это бокер фирма клипса большая очень то есть он довольно маленький для складения но тяжелый потому что он весь и сделаны из металла здесь вот есть стеклобой у него очень плохой фиксатор вот он очень тонкий и в итоге если хорошенько так ударит эти вот частью то он он сходит так вот в бок и у тебя лезвие закрывается прям тебе в палец вот вот здесь уже чувствуется на этом этапе чувствуется что там пружинка стоит ведь который вы как раз и выстреливает чик его можно также очень легко просто так чуть-чуть о подделка дальше он сам открывается за счет этой пружинки от каш круто за все время механизм не разболтался не сломался принципе нож хороший если бы счет этого сервитра не было ну опять же он такой чисто на кармане коробочку сказать чуть-чуть стали очень мягкая но вот эта часть точится и все без проблем вот это ты вообще нигде не работаешь никак и нигде это просто для прикола как у ножа хрым бы ну на этот он еще опасен вот очень 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 херовый здесь это фиксатор не сравнить с гол стил ну вот она классика это точная реплика ножа швейцарского ножа здесь есть все то же что есть и в швейцарском ножи вот таком же где вот есть много разных предметов это обычная нержавеющая сталь притом очень тоненькая но для как раз для домашнего использования он очень хорош тем что здесь много разных всяких вот отверточек всяких там штучек дрючек то есть только нет но это все конечно же в лесу бесполезно кроме вот этого ножичка со стального херня полная и она для дома для дома то один подвинтить подкрутить что-нибудь там быстренько отрезать самый раз ну и на кармане тоже там где-нибудь магазине там упаковку там скрыть какой-то что-то говорю он там бывает упаковки бутылка допустим они запечатаны полиэтилен и чтобы открыть они очень жестко задолбаешься так не порвешь а так быстренько открыл как раз чик отрезал и достал тут чуть не надо ну и самый маленький представитель нашего сегодня ножевого царства как говорится это вот этот маленький ножичек открывается он как обычный перочейный ножик складняк фиксатор у него вот такой вот рычажкового действия довольно ненадежный фиксатор мне такие не нравится потому что при хвате каком-то ты можешь невзначай давить пальцем сюда его служится он маленький при том у него ручка устроена так что сюда вставляются кладутся прям три пальца точно вот так три пальца и ты можешь реально чем-то вот даже что-то строгать при том что он очень маленький сталь стандартный нержавейка для кармана самое то мы просто для того же опять же сказать какую-нибудь упаковочку там ниточку отрез все такое деревянные накладочки он такой милый красивый молочек ну и последний это две пластиковые карточки своих смарт-карты называются и как там свиш карта какой-то это тоже швейцарцы делают викторинокс в чем их разница в комплектации только ну и цвет конечно то есть самая маленькая комплектация это вот это что у него есть ножичек ножницы такая пилочка для ногтей пинцетик зубочистка и ручка плюс линейка на обороте это минимальная комплектация и максимальная комплектация вот она это уже здесь все то же самое мол ну нет счет не хватает то есть есть ножичек очень кстати этот как вот бритва просто бритва здесь есть тоже ножницы и вот отличие пошли четыре отвертки очень удобно заворачивать то есть так берешь крутишь тоже пробовал стали очень крепкая здесь заусенцев ничего не осталось плюс здесь линзы есть лупа увеличивающая ну опять же пинцетик и ручка и еще одно отличие здесь есть фонарик вот здесь такой рычажок и он горит и освещает довольно неплохо что там замочную скважину подсветить еще что-нибудь такое ну и конечно же здесь линейка тоже есть вот это вообще идеальная штука я с собой тоже нашу я нашу вот этот и нашу вот этот это джентльмен набор джентльмена как так сказать но единственная цена какая-то несусветная когда я покупал несколько лет назад была цена где-то 700 рублей сейчас вот это сто четыре четыре с копейками тысячи рублей а вот это вот две с копейками ты еще вы на трубку какая-то не знаю почему откуда такая цена блин ну вот так вот а вот и все мои ножички которые у меня сейчас есть в наличии и я вообще нажима на если была возможность я вообще покупал их каждый день и как можно больше и в разных количествах вообще коллекционировал бы потому это вот как это уже женщина собирает косметику ему то нравится и грязь на хрена тебе столько там палеток помад туши когда у тебя и так дохера они все равно говорят надо вот так и я надо потому что мы балдеем от ножей нормальный мужик всегда балдеет от ножей такие дела ну что ж спасибо что смотрели это видео ставьте лайки подписывайся на канал и до встречи